2019 год. Эксперт психологии личности в бизнесе Леонид Кроль, увлечённый работой, замечает, что у него звонит телефон. На дисплее высвечивается имя Светланы Миронюк. Это был звонок с короткой, но важной целью сказать всего одну фразу. Кажется, вы были правы. Спасибо. Тремя годами ранее Светлана занимает пост старшего вице-президента Сбербанка по маркетингу и коммуникациям. Герман Греф приглашает команду коучей для работы с топ-менеджерами в рамках ежегодных страт-сессий. Одним из приглашённых был на тот момент уже известный эксперт Леонид Кроль. В ходе прощального фуршета между ним и Светланой завязывается разговор. Кроль интересуется, думала ли Светлана о том, чем будет заниматься через 10 лет. Вы же не думаете, что будете из раза в раз повторять сценарий, в котором вы становитесь топ-менеджером очередной компании. Вам нужно найти новый вид деятельности, который будет приносить удовольствие. Вы не думали, что можете преподавать? Попробуйте прямо сейчас. Светлана, никогда прежде не мыслившая себя преподавателем, сперва отгоняет эту мысль. Но спустя короткое время всё же решает попробовать, дабы закрыть эту тему. В высшей школе экономики лектора с такой управленческой экспертизой принимаю с большим энтузиазмом. Однако, прочитав лекцию, Светлана подводит черту. Точно не моё. Вернусь к этому, возможно, лет через 10. Разговор с Леонидом Кролем довольно быстро забылся. Всплыл в памяти он лишь спустя 3 года, когда Светлана обнаружила себя в школе управления Сколково. Сперва приглашённым экспертом, затем преподавателем, профессором практики и, наконец, проректором. Поймав себя на этой мысли, она берёт в руки телефон, чтобы набрать номер и сказать всего одну фразу. Кажется, вы были правы. Спасибо. Привет. Это «По уму» подкаст о предпринимателях. Мы создаём его в школе управления Сколково. Меня зовут Борис Милованов. Сегодня наш гость Светлана Миронюк. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Я, наверное, тоже представлюсь. Я проректор школы Сколково под цифровизацией операционной деятельности. Но это не главная роль для меня в школе, а, наверное, более важная роль – это то, что я профессор практики и преподаю в школе вот уже 5 лет. Светлана, так получилось, что в течение нескольких лет вы совершили плавный переход. Ну, то есть, я не знаю, насколько он был плавным. Так это выглядит для меня. Из роли управленца в роль преподавателя. Какие предыдущие компетенции помогли органично совершить этот переход? Вообще, я бы сказала, что в последние года-два я наблюдаю огромный рост интереса людей из корпоративного бизнеса, менеджеров, предпринимателей. Тренд перехода или тренд захода в образовательную модель. Люди хотят делиться тем опытом и отдавать тот опыт, который наработали в своих корпорациях. Это не значит, что они хотят завтра закончить свой бизнес и стать штатным, постоянно действующим преподавателем или профессором университета или бизнес-школы. Нет. Есть запрос на упаковку своих знаний, своего опыта, своих компетенций, своих кейсов в образовательные сценарии. До такой степени интересный и большой трек запроса, что в школе появилась программа несколько лет назад лидера как преподавателя ровно для руководителей бизнеса, предпринимателей и топ-менеджеров, которые хотят научиться преподавать. Мы регулярно сталкиваемся с тем, что одно дело, когда ты существуешь в операционной модели, в горячке, в непрерывном принятии сложных решений в своем бизнес-контексте, и совершенно другой опыт, другие компетенции, другие навыки нужны для того, чтобы научиться об этом. А. Интересно рассказывать. Б. Выявлять, находить закономерности того, что ты делал, почему ты принимал одни решения и отказывался от других решений. И В. В этом быть еще и убедительным для большой аудитории, а не остаться внутри своего какого-то узкого профессионального пузыря, финансового, например, или инвестиционного, или там железнодорожного, инфраструктурного, любого. То есть как научиться в передаче своего опыта, знаний и приемов, и подходов, как научиться быть убедительным, как научиться видеть системные вещи и научиться учить других. Если люди решают таким сценарием заняться, параллельно со своей основной менеджерской деятельностью, это, как правило, годам к сорока наступает такое желание, и такой запрос внутренний, наверное, формируется. Возможно, он связан с кризисом среднего возраста. Очень важно, как ты валидировал себя вовне. Очень важно иметь портфель, подтверждающий, не знаю, интервью, статей, выступлений на конференциях, текстов блогов, чего угодно. Некоего контента, некой истории, твоей истории, твоего успеха внутри твоей индустрии, опираясь на который, можно дальше переходить в преподавательскую модель. Я бы сказала, что это значит, что стоит задуматься о личном бренде или о бренде преподавателя, или о контенте, который подтверждает в тебе не только амбицию преподавать, но и возможность, но и потенцию преподавать. Важно задуматься об этом за пару лет до того, как в голову постучится кризис среднего возраста, и такой запрос в голове возникнет, а следом за ним возникнут какие-то шаги, и человек начнет что-то двигаться и делать в этом направлении. Вот по поводу личного бренда. Я так думаю, что мы сегодня много будем об этом говорить, так как в ключе предпринимательства это особенно важно. У вас, ну скажем так, несколько фокусов внимания в вашей преподавательской карьере. Один из них сосредоточен как раз вот на этой теме личного бренда. Какая ваша экспертиза легла в основу вот этого курса? Интересно, что не публичная экспертиза. Конечно, тот элемент публичности, который у меня был, помог мне менеджерский опыт в журналистике конвертировать его в преподавательский. Но на самом деле я некоторое количество лет консультировала разных известных людей по тому, как им себя публично продвигать, какие стороны своей личности раскрывать и подсвечивать. Мы любим вот такое слово часто. Я не люблю это слово, но пришлось его использовать. А какие стороны своей личности, может быть, стоит закрывать, вуалировать? Какие темы стоит брать в обиход и стоит на них их оседлать для себя, для того, чтобы стать интересным не только собеседником, но и восприниматься как визионером в определенных темах? Вот я не назову этих фамилий, потому что как у врачей, у пиарщиков, у консультантов есть такое внутреннее правило сохранять эти тайны. Но вот этот опыт, не публичный, дал мне большой и очень богатый материал, который я положила в основу, вместе с моими коллегами, положила в основу курса по личному бренду. Собственно, моя коллега, профессор Дори Кларк, поступила примерно так же. Мы обе пришли из медиа. И ее опыт консультирования людей в выборных компаниях, работы в выборном штабе одного из кандидатов в президенты, это тоже та основа, которую она положила в преподавательский свой сценарий. Вообще, словосочетание «личный бренд» находится в состоянии повышенного градуса, я бы сказала, хайпа, наверное, потому что только ленивый не учит, как строить свой личный бренд. Это правда. Если честно, то я считаю, что это хорошо, а не плохо, потому что это отражает глубинный запрос людей на самоопределение, самоидентификацию, ответ на вопрос «Кто я?» на поиск собственной идентичности и на попытки разными способами эту свою идентичность другим людям продемонстрировать. Вот если принимать бренд так, то в нем зарыто, закопано огромное количество вопросов смысла жизни, смысла своей деятельности, профессиональной ценности. Очень-очень много всего. Это как такой ящик у фокусника, из которого платочки разноцветные достаются. Вот какие хочешь, такие и достаешь. Или насколько глубоко готов зайти, то из него и достанешь. Кому-то нужны поверхностные вещи, маски, кому-то нужны более глубокие. Ну, то есть очевидно, что человек, прежде чем задаться целью начать формировать личный бренд, он должен понимать для чего? Он должен ощутить свою потребность или потребность в себе, или запрос на это. Что мы часто видим в классе? Видим людей, которые пришли с запросом на инструментализацию. То есть расскажите мне, как в соцсетях мне о себе рассказывать. Вот я только хотел сказать, что это такой самый пример, который на поверхности. То есть сегодня, мне кажется, в представлении большинства личный бренд это именно формирование собственной экспертности через соцсети. Что мне писать о себе в соцсетях? И вот от этого вопроса, на самом деле, нужно сделать два шага назад, а может быть даже и больше, и три шага назад. Потому что нужно ответить себе на вопрос, совершенно верно, зачем, какую цель я перед собой ставлю. А второй, еще более важный, еще более глубинный вопрос. Кто я? Кто я, если я не определяю себя должностью, которой я себя занимаю? Я же тоже начала с того, что я проректор, профессор. Это очень просто спрятаться, или наоборот, определить себя через роль и через должность. А когда должности нет, или когда нужно перейти из одной индустрии в другую, из одной компании в другую, поменять роль, или есть запрос на то, чтобы изменить роль, а тебя привыкли видеть в той роли и в той должности, в которой ты много лет ехал успешно, а ехал в одной и той же колее. Так вот, ответ на вопрос, кто я, философский вопрос нашей жизни, там мы рядом с кризисом среднего возраста или рядом с вопросом о смысле жизни, бытия, деятельности. Начинается все оттуда. Без ответа на этот вопрос, и потом ответа на вопрос, зачем, двигаться в инструменты, как я про себя рассказывать буду, какую историю. У нас множество историй о себе. В зависимости от обстоятельств, мы разным людям в разных ситуациях рассказываем разные истории об одном и том же, об одних и тех же событиях жизни. Я на лекции показываю таймлайн своей жизни, ну, таймлайн с взлётами и падениями, ролями разными, разными должностями. Я говорю, что я могу рассказать это как драму, над которой вы будете рыдать вместе со мной. Я могу рассказать это как историю огромного успеха. Я могу рассказать это как историю кросс-индустриального перехода трижды или четырежды из одной индустрии в другую. Всё зависит от того. А события-то те же самые. Факты те же самые. Во-первых, насколько широко ты берёшь временной отрезок. А я прям беру вот от университета, от того, как мы складываемся в профессиональном. Вот когда первый профессиональный фундамент заложен. И вот эти 30 лет можно рассказать совершенно по-разному. И так может сделать каждый про себя. Я сейчас вспомнил ситуацию, когда чуть больше 10 лет назад мой брат двоюродный, ну, он переехал из Ростова в Москву. И он мне говорил, брат, ты понимаешь, я могу быть кем угодно. Я буду всем говорить, что я музыкант, и все будут меня воспринимать как музыкант. Они же меня не знают. Или я могу всем говорить, что я актёр, и все будут уверены, что я актёр. И это так. Слушай, Дарси, а здесь очень интересное наблюдение у твоего брата. На самом деле, действительно, когда мы меняем среду, это может быть район, переехал из одного района в другой, переехал из одного города в другой, переехал из одной страны в другую. Неважно, да? У нас с одной стороны раскрывается абсолютно чистый лист. Мы на этом чистом листе можем писать что угодно. Все прошлые проблемы, ошибки, факапы, всё осталось там, где осталось. Но вместе с этим, вместе с чистым листом мы выходим на арену немножко голыми, потому что у нас очень мало связей людей, которые подкрепляют нас в том, что мы профессиональные музыканты, как сказал твой брат, или какие-то профессионалы и специалисты. И с одной стороны, это шанс на рестарт или на какую-то новую страницу. С другой стороны, это тяжёлая работа, которая требует поиска тех, кто признает тебя этим самым музыкантом, профессионалом, преподавателем, лектором, как угодно. То есть в новой среде, в новой отрасли, в новой компании мы, в принципе, повторяем из раза в раз вот это вот обнуление в какой-то степени и достройку, частичное, частичное, и достройку своего профессионального я каким-то иным образом. А получилось у него музыкантом-то стать? Да, конечно. Он, правда, пошёл по другому пути потом. Но в целом... Знаешь, есть этот подход first you fake, and then you make it. Да-да-да. Главное верить самому. Тут ещё вопрос, насколько далеко ты готов идти, проходить вот эту долину смерти, когда... Когда тебя никто не признаёт. Когда нет успеха, да. А, когда нет успеха, да. Ну, он сейчас состоялся в другой отрасли, он работает в рекламе и очень успешный арт-директор. Я смотрел ваше интервью для вышки, которое вышло недавно. Я бы, кстати, его рекомендовал всем, кто нас слушает. Вы там говорили в том числе о репутации и о том, что репутация и личный бренд, для меня это было открытием, что это разные вещи. Мне всё-таки казалось, что это немножечко в одном. Но вопрос мой в другом. В российском контексте ещё было слово имидж. Оно умерло, слава богу. Да, но было слово имиджмейкеры, если вдруг ты слышал в начале 2000-х. Много компаний, которые связаны с коммуникациями, назвали себя там имидж-лаборатория, имидж-лэндем, я не помню, какие-то такие старинные названия. Да, потому что такая подмен понятий произошла. Я вот как раз про российский контекст хотел спросить. Что имеют в виду, когда говорят, что в России нет института репутации? И так ли это в действительности? Я задумалась над тем, кто говорит, что в России нет института репутации. И в России или только этого института нет. Ну, наверное, это связано с теми разрывами исторического контекста, в котором мы прожили как страна последние 100-200 лет. Разрывы контекста. И с тем, что с той ролью, иной ролью медиа, которую мы сейчас наблюдаем, да не только у нас. Вот я подумала, применительно ли только к России рассуждения о том, что институт репутации отсутствует. Давайте чуть-чуть с базовых понятий начнем. Что мы закладываем в понятие репутация? Репутация — это прошлый опыт взаимодействия с человеком или компанией. В основном или чаще всего по одному или нескольким критериям и чаще всего в одной профессиональной сфере. Даже язык нам это подсказывает. Он, у него даже определений или прилагательных, которые со словом репутация существует не очень много. Репутация может быть хорошая и плохая. Ещё может быть неоднозначная. Это всё лексическое многообразие. Ну, если я что-то выпала у меня из головы, подскажи. Давайте я тогда сделаю так. Я приведу пример, от которого, возможно, нам будет проще отталкиваться. Я просто хочу провести аналогию с кино, так как я немножко имею к этому отношение. Допустим, в Голливуде очень высокая степень лояльности к дебютантам. И там даже есть отдельные студии, которые работают по принципу венчурных фондов. То есть они ищут свежую кровь, им интересно новаторство, они поддерживают молодых творцов. Но в ситуации, когда фильм проваливается в прокате, этот режиссёр, скорее всего, больше ни одного крупного контракта никогда не получит. Ну, во всяком случае, ему и его агенту нужно будет приложить большие усилия для того, чтобы это переломить. У нас человек может сделать 10 провальных картин и получить деньги на 11-ю только потому, что у него есть опыт работы на 10 проектах. Как это работает? Ну, я думаю, что здесь другие механизмы, нежели репутационные. Вот, связано ли это с тем, что нет института репутации? Ну, нет, я бы здесь увидела совершенно другую экономическую составляющую, очень большую, потому что одно дело конкурентный голливудский рынок и цена денег, которая вложена в проект, который не дал отдачу, совершенно другое, когда эти деньги не конкурентного рынка, а там... Государственного. Да, совершенно верно. Да, да, да. Это дает больше возможности совершить разные попытки и потестировать свои способности в роли режиссера. Я бы не стала привязываться к одной индустрии и через ее призму говорить о том, что дело в репутации. Дело не в репутации, дело в культурном коде. Репутация только часть его, наверное. Но все-таки исторические, те разрывы исторические, которые мы прожили как страна, и давно, и недавно, и в 90-х вот эти все тектонические сдвиги общественные приучили к непоследовательности или к возможности вот этих обнулений, новых запусков или разрешения на новые попытки себя попробовать. Вернусь все-таки к тому, что репутация это опыт прошлого взаимодействия в профессиональной среде. Не случайно ты привел к киноиндустрии. Бренд шире, бренд опирается на репутацию, как на один из фундаментов, но абсолютно и гораздо более емкое и более широкое понятие. А самое главное, он ориентирован вперед, в будущее. Это, ну, эти классические определения бренда, это обещание, да, неважно, это некая проекция вперед, это потенциал, это запрос на реализацию в будущем, а не бесконечное пережевывание прошлых успехов. для меня, как мне кажется, вполне очевидное очертание личного бренда, когда речь идет о спортсменах, о политиках, о там, представителях творческих профессий. Извини, вот прямо сейчас из этого примера давай вытащим дифференциацию между репутацией и брендом. У спортсмена не обязательно могут быть за плечами недавние яркие победы, но мы будем знать его как известного спортсмена, который популяризирует, не знаю, физкультуру, здоровый образ жизни. таких примеров наверняка сам найдешь множество. Да, я даже прям могу рассказать. Да, футболистов с прекрасными результатами множество, Дзюба один. Не знаю, хороший пример или плохой. Ну, смотря какую часть репутации мы рассматриваем. Совершенно верно, и тем не менее. Репутация более черно-белая или более внутри индустриальное понятие. Вот, и я как раз хотел сказать, что, но, когда речь заходит о представителях бизнеса, не совсем очевидна, ну, скажем, вот эта грань между личным брендом и тенью, которая отбрасывает имидж, извините за слово, бренда, то есть того бизнеса, который он представляет. Если брать пример, который будет понятен всем, допустим, там, Стив Джобс, да, где заканчивается он и где начинается Apple. Прекрасный, кстати, пример. Как известно, Стив Джобс был человеком с очень неоднозначной репутацией. И книжка Айзексона, его биография, да, если ты её читал, человеком он был сложным, тяжёлым, и многие люди страдали от того, что с ним работали. С репутацией был не всё хорошо. Если ты помнишь, он и покинул Apple, точнее его. Был момент, да, когда. Да, 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 и это был ответ на, или это был результат довольно сложного его восприятия личностного, его репутации. Но бренд у человека такой, что его нет с нами уже сколько, 10 лет? Около того. Да, мы до сих пор разбираем, например, на программах по коммуникации, разбираем его речь перед студентами университетскими, commemoration speech или его, есть у него речь о смысле жизни, где-то в самом конце уже им сказанное, написанное, вот, и это примеры совершенно другие, на которые можно опираться и ориентироваться. Бренд сильный, репутация сложная. Я, кстати, не знаю прям вот выдающихся людей, которые были бы лёгкими, начиная там с фильма, который я всем рекомендую, «Последний танец», про Чикаго Буллс и Майкла Джордана, про их чемпионские шесть сезонов, где все его сокомандники говорят, но это невозможно, это тиран просто. Недавно я дочитал битву за Uber, где тоже репутация одиозная руководителя бизнеса загубила его в итоге. Кстати, интересно, где он сейчас? Хороший вопрос, не интересовался. Да, я просто думаю, что может быть как-то уже принять за данность сложный характер, скажем, там, выдающихся лидеров и не рассматривать это как что-то из ряда вон выходящее. мне кажется, тоже настолько в порядке вещей. Ты знаешь, мне кажется, что, ну, допустим, для людей моего поколения было нормально соподчинять себя какому-то сложному лидеру, терпеть жав зубы и вместе выживая и строить какую-то там бизнес, идею, компанию и так далее. Для людей вашего поколения или поколения, скажем так, тех, кто родился в двухтысячных, это неочевидный выбор. И, скорее всего, здесь многие талантливые люди будут голосовать ногами или уходить из команд. И потому, что мир стал более гибким, возможностей появилось гораздо больше себя найти. И потому, что оборотная сторона таланта, её не каждый готов вынести и не каждый готов положить свою собственную профессиональную жизнь на плаху идей прекрасного визионера, но неочевидно комфортного в работе человека. Большой вопрос, останутся ли с таким человеком таланты, потому что не гении строят большие компании, гении рождают прекрасные идеи, но строят их множество других талантов, которые встраиваются в... Ну, а можно быть сочетать в себе... И быть и умным, и красивым, как... Да-да-да. И мягким, и успешным. Не знаю. Я просто тоже не могу вспомнить прям сходу. Не знаю, но знаю, что есть много способов работать с собой, в том числе. У нас у всех есть большой шкаф с скелетами, у каждого, у каждого. И это, кстати, тоже часть работы над своим личным брендом, над своим брендом, над своим восприятием другими людьми. Это осознание наличия такого шкафа, пересборка или отряхивание пыли с лежащих там скелетов, ну и работа над этим. Есть большая часть того личного, что мы на других людей прячем, поведенческого, черт характера. Можно ли это прятать? Можно, нужно, нужно, нужно. Если этого очень много, того, что нужно спрятать от других, это очень трудозатратно, это очень тяжело. Поэтому есть такая практика в работе над личным брендом, она называется окно Джахари. Это матрица такая, поэтому окно, четыре створки у этого окна. То, что знают про меня другие люди и что я знаю про себя сам, в чём мы совпадаем. То, что я про себя не знаю, но другие люди во мне видят. У меня по этому поводу есть личный пример, я его тебе расскажу, как я стала профессором. То, что я знаю о себе, но другие люди об этом не знают и я не хочу, чтобы они узнали это мои шкафы со скелетами. Ну и самое последнее, какие-то мои мечты, тайны, энигмы. Ни я сам про себя не знаю, ни другие люди ещё во мне не видят. Это тот котёл, который в нас варится, идей, гипотез, предположений, каких-то желаний, из которых потом могут вырасти наши следующие роли, следующие идентичности. Так я к чему про это окно Джахари вспомнила? К тому, что над блоком, в котором спрятаны скелеты, можно и нужно работать, чтобы окружать себя талантами и иметь возможность реализовывать свои идеи с талантами, а не с теми, кто готов терпеть. Я хотел этот вопрос чуть позже задать, но так вы удачно к нему подвели. Мне кажется, что вы меня не помните в той роли, но где-то с 2009 по, там, с 2013-2014 год я работал у вас в одном информагентстве. И я, когда рассказываю там друзьям и знакомым о том периоде, я всегда говорю о том, насколько я вот ощущал заботу работодателя о себе. Ну, это не только я рассказываю, это действительно так было. Я, когда за вами наблюдал, все время подмечал ваше умение собрать классную команду менеджеров. Реально людей, которым интересно не держаться за место, а интересно делать результат. В связи с этим у меня два вопроса. Первый. Какими качествами обладает человек, глядя на которого, вы думаете, вот это точно со мной? А второе. Когда вы формируете новую команду, вы думаете о том, какую роль займет там каждый отдельный человек или об органичности команды в целом? Дилемма, которую я не осознавала, но неосознанно все время в этой вилке находилась тогда и, наверное, нахожусь и сейчас. Ну, то есть, это мысль, развилка, над которой я все время думаю. Когда ты создаешь профессиональные команды, что важнее, лояльность или профессионализм? Под понятием лояльность, я понимаю, очень широкий круг критериев. Это не обязательно лояльность персонально лидеру, но это готовность сосуществовать и быть лояльным другим людям, которые в этой команде собрались. Вот. И мой выбор раньше всегда черно-бело был в сторону профессионализма важнее лояльности. То есть, крутой профессионал, но токсичный, все равно это ценность, которая дает возможность сделать рывок вперед и двинуть всю команду. Не очевидно, что я думаю так же и сейчас, скорее, наверное, на моих внутренних весах с течением времени я склоняюсь к тому, что лояльность в широком смысле этого слова, готовность работать с другими людьми, воспринимать их не только сильные стороны, но и слабые. Ну, то есть, быть частью социального организма в компании может быть важнее, чем мегапрофессионализм и мегакрутизна, которую обычно работодатель или тот, кто собирает команду, покупает или хочет заполучить звезду, которая хочет заполучить себе в команду. Собственно, исследование, но тот же эксперимент Аристотель, который проводила компания Google 7 или 8 лет назад, исследуя формулу команд, пытаясь понять, какие люди друг с другом, работая вместе, быстрее приходят к нужным результатам или лучше работают, или долгосрочнее эти команды, талантливые команды собираются. И вот набирали в команды звезд, набирали в команды среднечков, набирали разных, набирали врагов, которые друг с другом, значит, спорят и ненавидят друг друга, набирали, наоборот, близких друзей и искали вот эту формулу, в которой люди могут друг с другом максимально эффективно взаимодействовать. Результат очень простой, очевидный. Мы его знали по умолчанию, но ему есть экспериментальное подтверждение, сосуществование, комфорт существования людей друг с другом, психологическая безопасность, которую они ощущают. А что такое психологическая безопасность? Это отсутствие токсичности. Это когда ты не чувствуешь себя уязвимым и не уязвляешь никого другого. Оказалось единственным дифференциатором результативности команд. Поэтому в исторической дилемме профессионализма или лояльности похоже, что нужно искать профессиональных людей с высокой степенью готовности принимать других. И только такие группы и такие команды похожи будут или, вероятно, будут более эффективными. Я сейчас быстро, чтобы резюмировать. Человек, работающий на уровне, скажем, топ-менеджера, показывает классный личный результат, ну, то есть, по своему направлению, но при этом совершенно не встраивается в коллектив. Он остается или уходит? Нет, подожди. Кроме уйти. Кроме уйти еще можно начать работать над собой. То, чему мы в школе учим и то, сила чего, мне кажется, до конца еще и не осознана, саморефлексия. Это способ не уйти из очень интересной команды, из очень масштабного проекта, но осознав свои токсичные стороны, начать над ними работать. Остаться или работать, или уйти. В тему же лояльности читал, не вспомнил уже, какому изданию, очень давно это было ваше интервью, и у вас интервьюер спросил, чего бы вы никогда не смогли простить. Я это запомнил, потому что, на мой взгляд, очевидным ответом, которым, мне кажется, 90% людей бы ответили, это было предательство. Вы помните, что вы ответили? Нет. Я даже не помню вопрос. Равнодушие. Серьезно? Да. А у меня сейчас новый ответ есть. А ну-ка. А можно простить, все. Ну, если мы не говорим с тобой о преступлениях в отношении личности, то есть мы не затрагиваем то, что лежит за пределами закона и морали, и этики, то есть мы все-таки ограничены этим, то простить можно все. Что поменялось? Мы всегда меняемся, и мне кажется, что это путь, который мы проходим. Не знаю. Простить можно все. Простить нужно. Это такие... Мы с тобой от бренда ушли, между прочим. Сейчас вернемся. Это такие гири, саморазрушения, твои, твои обиды на других людей, это твои гири, это твои цепи, это твои кандалы. Понимаешь, это не их проблемы, это твои. И если ты готов эти кандалы дальше тащить 10-15 лет своей жизни, то надо ответить на вопрос, зачем? Этих людей уже нет, этих обид уже нет, этих обстоятельств уже нет, а ты все еще тащишь эти кандалы внутри себя. То есть, видимо, в тот момент вас это как-то триггерила тема равнодушия? Черт ее знает, не знаю. Простить можно все, на самом деле. Возвращаясь... Вот смотри, провозвращаясь. Ага. Ты хочешь найти опору в нашем разговоре в моем профессиональном прошлом? Угу. Точнее, не хочешь, ты ее оттуда и берешь. Ну, потому что это то, что мне понятно. Угу. А я сделала, и это тоже часть работы над личным брендом преподавателя, огромную работу за эти 10 лет для того, чтобы отстроиться от одной индустрии медийной и встроиться в другую, в образовательную. То есть, трансформация или переход из одной области в другую, это не только смена места, роли, вида деятельности, что ты делаешь, но и валидация или приземление себя в другом сообществе людей. Это важную работу, которую я не сразу осознала, но осознав, я ее проделала, и я ее рассказываю, как ее нужно и можно проделать. Нужно научиться отсекать старые связи, как не цинично это звучит, старые профессиональные отношения, если ты, как твой брат, решил из кого, не знаю, кем он был в Ростове? Ну, учился. Ну, хорошо, если ты учил, решил, поменяв место жительства, поменять вид деятельности на этом новом, с этим новым видом деятельности себя показать во всей красе и получить признание людей. Нужно отрезать большую часть ростовских друзей, начать находить друзей московских. Это работа, которую я проделала, я отрезала медийный контекст, медийные отношения, вот это непрерывное желание опереться на свой прошлый опыт и рассказать истории из прошлого. Истории из моего прошлого профессионального мне в сегодняшней жизни нужны очень мало. Они мне нужны только иногда, как иллюстрации в моей образовательной деятельности и не очень часто. Ну, я, кстати, поспорил бы, потому что, мне кажется, я обращаюсь не к медийному вашему опыту, а к управленческому. К управленческому. Да, наверное, тогда соглашусь. Тогда соглашусь. Ну, в общем, тогда вывод еще, который хочу зафиксировать в нашем разговоре. В создании своего бренда ты не строишь его в чистом поле, ты точно не строишь его в социальных сетях или где-то еще. Ты создаешь его в восприятии других людей. И вот те другие люди, которых ты выбрал для того, чтобы они тебя признавали музыкантом, профессором или художником, или каким-то специалистом, или инженером, вот именно эти люди и есть часть твоего процесса создания для того личного бренда. Вообще, тема личного бренда, она очень сильно перекликается с теми вопросами, которые я часто поднимаю там на этом подкасте. Это вопрос о том, а что должны делать предприниматели для того, чтобы культивировать себя. И мы об этом в том числе разговаривали с Леной Бондаренко, он сидел, и я говорю, ну, не кажется, что предприниматели недостаточно делают для того, чтобы создавать культ образа предпринимателя в России. Она говорит, слушай, оставь их в покое. И так они очень много делают. Мне тоже кажется, что предприниматели очень много делают. Они сильные и талантливые популяризаторы. Да, они могут это делать с точки зрения реализации своих бизнес-задач, но они создают прямо образ совершенно новой касты или кластера или социальной группы, интересной, неочевидно, что этот путь простой. И вообще, я думаю, что далеко не каждый решится принять на себя такой риск, чтобы стать предпринимателем. Это правда. Ну, потому что это у нас сложно. С одной стороны просто, а с другой стороны мега сложно. Хорошо. Давайте представим гипотетическую ситуацию, что где-то нарушаются права предпринимателя. Мне кажется, что в России этот человек не получит лояльность общества в ситуации, когда нарушаются его права, большинство людей будут думать, ну, что-то украл, наверное, так ему и надо. А вот, ну, допустим, там в публичной коммуникации, о которой мы чуть-чуть еще поговорим, ну, как опыт показывает, очень важно то, чью сторону занимает общество. А почему люди будут думать про предпринимателей, украл там что-то и так далее? Ну, потому что, ну, как мне кажется. А потому что они прожили 90-е. Вот, вот, да. Они прожили 80-е. Они помнят еще, это про репутацию. Оно выросло из того, что выросло. И те новые мегазвезды, которые сейчас появились, эти яркие люди, там, от Бори Зарькова до, не знаю, почему-то мне рестораторы в голову лезут, до Аркадия Новикова, давай еще кого-нибудь назовем, не знаю, Михаила Кучмента, нашего выпускника. Это люди новой формации, новой культуры. Но общество-то продолжает думать через призму того, что проживало раньше. так отсюда и вытекает то, о чем я пытаюсь говорить. Вот предприниматели, которые приходят к нам на подкаст, я им говорю, ну, пишите книги о себе, снимайте кино о себе, рассказывайте свои истории. А они тебе говорят, а зачем? Да. А зачем? Примерно так, мы и так достаточно делаем, у нас и так все. Но потом, когда возникает такая ситуация, люди реально недоумевают, почему нас так воспринимают. Потому что есть вот этот самый прошлый след, потому что общество очень инерционно думает, в том числе и о предпринимательстве, и потому что культура предпринимательства отсутствовала 70 или 80 лет, ну, не знаю, после НЭП, наверное, не на что опереться. Нет исторической традиции. То есть, она осталась, но где-то далеко в конце 19-го, начале 20-го века. Ну, хорошо. А кто должен сегодня, на ваш взгляд, заниматься формированием правильного образа предпринимателя и следить за тем, чтобы это правильно считывалось обществом? Никто. Ну, есть, наверное, институции всякие, которым это может быть поручено. На самом деле, это стихийный процесс и органичный, он как-то сам сложится. Из вот этих примеров, из этих прекрасных ребят, которые строят свои бизнесы, невзирая на, у которых получается, которые масштабируют эти свои бизнесы и создают новую ролевую модель. Просто ролевой модели такой не было. Была ролевая модель мега богатых людей, которые в том числе учредили школу Сколково. Красиво они поступили? Красиво. Ну, потому что можно было купить яхту, а можно было отдать деньги на создание образовательного учреждения. Но это было, сколько школе сейчас? 17 лет, почти 20 лет назад. Новая среда, новые ролевые модели предпринимателей в очень суровое время. Ну, и новые, новые вот такие примеры поступков, взятых на себя социальных ролей, социальной ответственности, желания не только в своем бизнесе добиваться чего-то, но менять правила игры или менять регуляторику, или менять стандарты, или менять отношения. Вот. Я думаю, что все будет само по себе. Я на этом подкасте в том числе очень много рассказываю о том, как у меня у самого менялось отношение к предпринимателям. С того момента, как я попал в школу с корпусом. А, ты тоже прожил этот путь от барыги до, я не знаю, еще чего. До новатора. До новатора, да. И вот одним из людей, которые сделали большой вклад в эту, ну, мою трансформацию личную, был Рубен Варданян. Я не вспомню конкретную ситуацию, но, скорее всего, это какое-то собирательное впечатление от нескольких его выступлений. Он транслировал мысль о том, что, окей, мы поняли, как зарабатывать деньги. Мы можем заработать много денег, можем заработать очень много, но встает вопрос, а что дальше? Он всегда настаивал на том, что предприниматели, бизнесмены, коммерсанты должны думать о том, а что дальше уже сейчас? Ну, то есть, задавать вопросы наследия, и в этом плане, кстати, школа Сколково это полностью результат такого мышления, потому что основатели школы не получают ни копейки с доходов, что школа сама существует на то, что... И школа НКО по форме? Да, и что пожертвования идут исключительно на гранты для обучения талантливых студентов. Чтобы люди разных социальных слоёв могли прийти сюда учиться. К вопросу о наследии в вашей биографии есть факт о том, что вы на общественных началах преподаете в Московской школе благотворительности. Филантропии профессиональной. МШПФ она называется. Московская школа профессиональной филантропии. Вот. Вам это для чего? Это вот вклад в наследие? Ой, я так не думаю, нет. Ну, то есть, я не думаю словами сейчас пойду делать вклад в наследие. Нет. Я давно с фондом «Друзья», который эту школу создал и развивает её. И это такой интересный, очень развивающийся проект. Самый интересный его этап наступил несколько лет назад, когда именно школа профессиональной филантропии позволила собирать представителей третьего сектора со всей страны, привозить их, где-то дистанционно учить, где-то привозить в Москву и такое создавать сообщество филантропов, благотворителей, руководителей фондов, которым они взаимо обогащают друг друга. Ну, и если туда ещё в этот котёл вкинуть дополнительных знаний, каких-то социальных практик, какого-то опыта, маркетинговых подходов, коммуникационных, то там люди жадные до знаний новых навыков и новых инструментов, которыми они могут более качественно и более эффективно оказывать помощь другим людям. Поэтому это для меня важная часть моего сердца. Это не в районе ума, это в районе сердца. Но не только в школе профессиональной филантропии. Сейчас договорилась с фондом Вера и те образовательные программы, которые Нюта делает по своей линии, Нют Федермейсер, вот, и туда тоже. Я бы даже сказала, что сама, наверное, напросилась поехать туда преподавать немножко. Да, это интересно. Вообще всё другое вне школы очень интересно. В школе в последнее время часто слышится словосочетание про Боно. Что это такое? И почему мы в школе Сколково стали делать на этом акцент? В этом огромная роль Александра Стальча Волошина, который возглавляет Совет учредителей школы, который помогает школе выстраивать свою стратегию и соответствовать той миссии, ради которой она когда-то 20 лет, почти 20 лет назад создавалась. это его идея, что в школе могут учиться и должны учиться руководители крупнейших фондов третьего сектора, потому что приходя в классы, приходя в программы, происходит то самое взаимное обогащение ценностями, взаимное обогащение идеями, вовлечение в корпоративную или в любую формату социальной ответственности. Ну, в общем, это хорошо, когда третий сектор появляется рядом с предпринимательством. И вот из этой идеи выросла программа определенной квоты руководителей фондов благотворительных, которые мы на определенных условиях школе отбираем, если они высказывают желание здесь учиться, и включаем в классы, сажаем, как мы говорим, сажаем в классы, даем им возможность вместе с предпринимателями, осваивая новые знания и получая новые практики, выстраивать отношения, делать общие проекты, включаться в волонтерскую деятельность, и, в общем, это огромная ценностная польза. Они на разные программы? Они включаются в разные программы, да, расходы по их включению несет на себе школа, это часть миссии школы. Коль уж у нас подкаст обо всем, предприниматель, уже обо всем, я не могу не спросить, есть ли у вас какой-то прогноз относительно будущего индустрии. Объясню, почему этот вопрос. Как раз таки. Значит, у меня сыну моему 13 лет, и мы с его мамой периодически обсуждаем сценарий его будущего, и недавно она мне говорит, ну, кажется, определились, видимо, будет дизайнер. У меня, значит, на этих словах начинает дергаться глаз, потому что я... Потому что я знаю Меджонни, да, Да, как развиваются нейросети, я вообще не могу представить, как трансформируется сейчас эта профессия, и что будет с ней через 5 лет, а уж там тем более через 10. Вы не футуролог, но у вас большая насмотренность, поэтому я спрошу, есть ли у вас какое-то собственное представление относительно того, какие индустрии будут, ну, скажем так, в топе или на волне через 5-10 лет. Самое страшное, Борис, что вы можете с мамой сделать, это сказать ему не иди туда, куда ты хочешь, а иди куда-нибудь, как нам кажется, где точно будет стабильно и хорошо. Никто не знает сегодня в этом меняющемся мире, как будет развиваться искусственный интеллект, как будут развиваться разные платформы. Вот мы вчера спали спокойно, утром проснулись, узнали, что CEO OpenAI, Сэм Алькман уволен советом директоров этой крупнейшей и, точнее, самой революционной компании 2023 года, создателем Chatterjee, создателем Chatterjee 5. И мы не знаем, как дальше будет развиваться эта индустрия более быстро или менее быстро. Очевидно, что будет развиваться разные техники и вспомогательные инструменты. Будет существовать дизайн как таковой или нет? Конечно, будет. В каком виде он будет существовать? Будет ли я инструментом твоего сына? Вероятно. Во-первых, ему еще лет 5 до момента, когда этот выбор придется совершать. А во-вторых, идти нужно все равно за своими желаниями в первую очередь. А именно они внутри технологического стека вынесут туда, где можно будет найти себе применение. Сегодня, входя в какую-то образовательную область, человек, студент, бакалавр, не знает, где он. Точка входа понятна? Я иду в коммуникации. Точка выхода вообще не ясна. Это может быть дизайн, это может быть оператор чата GPT, потому что кто-то должен формулировать запросы, кто-то должен формулировать задачи, кто-то должен разговаривать с искусственным интеллектом так, чтобы он стал по-настоящему сильным вспомогательным инструментом профессиональной деятельности. Все, кто говорят, что знают, придумывают новые профессии, мне кажется, очевидно, врут. Я, возможно, сказал ужасную вещь в том разговоре, может быть, вы меня поправите. Я говорю, давайте не сходить из того, что станет делом всей его жизни, а подумаем о том, чему будет интересно заниматься в следующие 10-15 лет. Шикарное, нет, это как раз самое лучшее, что можно было сказать, на мой взгляд, потому что дел всей жизни, очевидно, уже будет несколько, а не одно, потому что жизнь тоже будет не 20-летка, профессиональная жизнь, я имею в виду. С 23-х закончил учебу, да даже они все сейчас начинают работать параллельно с учебой, с 20-ти до 50-ти. Окей, не 30-летка профессиональная будет, а как минимум нужно настроиться лет на 50 активной профессиональной жизни. Да, с разной степенью активности, где-то 100-процентной, где-то там 80-процентной, но то, что этим поколениям уже нужно будет жить больше 100, нужно будет жить больше 100. Не случайно они доживут до 100, мы это видим сейчас, как предыдущие поколения доживают до 100, они будут жить больше 100-110 лет, очевидно, измеряемо, прогнозируемо, и даже уже в расчетах налоговых систем некоторых стран заложено продолжительность жизни, условно, 100-100+, для тех, кто родился после 2000-го года, а это в том числе и твой ребенок. Они будут жить столь долго, что рабочий или профессиональный процесс, или профессиональная часть жизни растягивается от 30 до примерно 50 лет. За 50 лет не доехать на одном образовании невозможно, ни одно дело жизни, нет, ну, конечно, будут великие музыканты, певцы или композиторы, ну, кто действительно случайно или специально найдет вот это одно дело жизни, но в разных трансформациях или в разных форматах будет его реализовывать. Ну, таких будут единицы, а очень многие за жизнь будут менять свои профессиональные принадлежности, свои профессиональные интересы и идентификацию. Сейчас мы пока говорим о сценарии, когда ты переходишь из индустрии в индустрию, но несешь в себе, ну, так или иначе сконфигурированное представление об одной и той же ценности. Ну, на моем примере, например, я из индустрии в индустрию, из пиаров, коммуникации, из коммуникации в маркетинг, из маркетинга в образование пронесла примерно один и тот же нарастающий, то есть увеличивающий набор компетенций, но он весь вокруг все-таки одного блока профессионального, который называется коммуникации. Даже в образовании мой профессиональный академический интерес недалеко ушел от этой изначальной профессиональной точки. В других поколениях это будет по-другому. Разучиваться, как говорил Тофлер, переучиваться и начевнать и запускать какие-то новые, для себя новые роли, новые профессии, новые подходы. Порекомендуйте, пожалуйста, Чтиво. Мне кажется, вы много читаете? Там три последних книги. Язык интуиции. Профессор Чикаго Бус, Николас Эпли, я у него училась, на его курс я записалась трижды. Я прослушала его курс три раза. Один и тот же. С одним и тем же контентом. С интервалом два или три года. А это вот как пересматривать любимый эфир, да? Да, да. Ты каждый раз открываешь новые страницы и находишь для себя новые вещи. Это организационная психология, бихеваристика и управление людьми. На русском языке у него всего одна книжка вышла, называется Язык интуиции. Я ее, пожалуй, рекомендую. Вторая книга Стивена Пинкера «Лучшая в нас». Модель, или видение, которое я, допустим, не принимала 10 лет назад, про то, что все в конечном итоге развивается к лучшему, а нам кажется, что становится все хуже и хуже. Интересный взгляд, интересный подход, интересная, интересная доказательная база про то, что на самом деле мир становится гуманнее, лучше и светлее даже на фоне всех происходящих страшных для нас процессов, на которых нам не хочется думать и от которых хочется спрятаться. И третье, если уж коль мы о личном бренде, Дори Кларк, персональный ребрендинг, по-моему, называется она так, точно ребрендинг, про то, как переобуться, переодеться и пересобрать себя для перехода из одной индустрии в другую. Мне кажется, что этот запрос на кросс, индустриальный переход, это тренд прям от последних лет. Да ты сам его прожил, и я его прожила. И многие другие люди его проживают, и не обязательно это связано с медиа и с тем, что скукоживается индустрия под названием журналистика или видоизменяется очень сильно. Ну и другие индустрии, другими индустриями происходит всё то же самое. Поэтому, как себя и пересобрать, и по-другому себя показать, смочь. Да, там очень много примеров из её жизни, из её части мира. Но, тем не менее, советы и видения очень хорошие. Мы в нашем подкасте никогда, мне кажется, не говорили о коммуникациях, и сейчас я понимаю, что совершенно напрасно, потому что, ну уж точно, там, в контексте предпринимательства, это вещь, которая не на последнем месте должна стоять. За то время, пока вы преподаете в Сколково, мне кажется, ну там сотни бизнесов точно прошли через вас, и вы же даёте им какие-то кейсы для разбора. Сначала закономерности, потом инструменты, а потом кейсы. Вот когда бизнесы, ну я имею в виду студенты, начинают решать кейсы, есть ли какие-то повторяющиеся из раза в раз системные ошибки, о которых мы могли бы сейчас рассказать общими мазками, чтобы стало понятно, о чём это вообще? Ну, с точки зрения коммуникации, пожалуй, такой системной ошибкой я бы назвала близорукость или неумение подумать, кто моя целевая аудитория. Вообще, кому я адресую свою коммуникацию? Потому что в зависимости от того, кому я обращаюсь, к журналистам, если у меня внешний кризис, к собственным сотрудникам, если у меня внутренний кризис компании, или у меня план изменений и трансформации, или внедрения новых технологий, неважно, какая причина заставляет нас сделать большой фокус на коммуникации, потому что нет другого инструмента, которым мы управляем ментальностью, восприятием других людей. Только коммуникация, только она. Так вот, близорукость в смысле того, что люди одинаково, шаблонно, канцелярски, бюрократически, нам этот язык очень свойственен, потому что за него можно спрятаться, за все канцеляризмы. Обращаются к самым разным аудиториям, не думая, что там живые люди, и что за канцеляризмами ты не передашь ни искренность, ни энергию, ни страдания, ни сопереживания, ни запрос на изменения, если цель изменения компании. Вот научить говорить по-разному, научить говорить просто, или научить коммуницировать просто, простыми словами, потому что шум вокруг такой, столько всякой информации, спикеров, знаний, экспертов, точек зрения, что простота и искренность стала ценностью недоступной. вот этому, если мы чему-то и учим, то учим вот этому, простоте и умению выразить свои настоящие эмоции и уметь транслировать эти эмоции другим людям, чтобы они их без искажений могли воспринять. Я у наших гостей предпринимателей в конце спрашиваю, а что самое главное в предпринимательстве? А у вас я спрашиваю, а что самое главное в коммуникации? В личном бренде. Можно в личном бренде? Ну, я тебе уже ответила тогда, что самое главное в коммуникации это простота и искренность. Под искренностью мы понимаем эмпатию и умение и свои эмоции, своими эмоциями управлять, управлять эмоциями других людей. А в личном бренде что главное? Вам в личном бренде Самые важные другие люди Которые либо подтверждают тебе, что ты Профессионал, либо этого подтверждения Не дают. Если ты до них достучался Одному тебе понятными способами Если ты смог это подтвердить Ты получаешь такой возврат Энергии назад Такой вот этот в людях зашитый Запрос на признание в каждом Неважно, публичная у тебя роль Сео ты или маленький начальник отдела У тебя всё равно запрос на признание Признай меня. Вот этот ответ Получение обратной энергии И ответа, это то, что даёт Личный бренд, если мы его правильно построили Если кубики, из которого мы его сложили Искренние, простые Понятные, если личный бренд Даёт тебе возможность достучаться До других людей Это, по-моему, подкаст о предпринимателях Светлана Миронюк была у нас в гостях Меня зовут Борис Милованов Обязательно подпишитесь на нас, чтобы не потерять И до встречи в новых выпусках Пока. Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok